Дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. У нас в гостях известный психолог Олег Матвеев, и мы говорим о значении эмоций в нашей жизни, и о том, как они появляются, как они работают, как они приносят нам пользу, или напротив, приводят к многочисленным проблемам. Итак, конечно же, как... Все начинается с того, что у человека возникает какая-то ситуация, в которой он не может сказать себе «стоп», что происходит, происходит ли вообще что-то. То есть это как раз самая первая точка из пяти точек баланса. И она самая первая у людей вылетает, потому что если вы, ну, я вот к зрителям могу обратиться, если вы когда-нибудь попадали в какие-то реально очень шоковые ситуации, то первое ощущение, которое человек говорит, он говорит, у меня было ощущение, как будто это происходит не на самом деле, как будто это во сне, как будто картинки какие-то, этого нет. То есть она выпадает, человек теряет контакт с тем, что на самом деле происходит. И очень часто, опять же, вот когда в примере, там, на ногу наступили, ты наорал, а потом постфактум сидишь, думаешь, что я так орал-то? Что такого случилось там? Почему меня так… Почему я так отреагировал? Почему я так отреагировал? То есть такое ощущение, что там был не я, а кто-то другой. Вот, это да, то есть это вот потеря классической, прям потеря первой точки баланса, да? Сделать вдох-выдох, посчитать до пяти или до десяти, спросить себя, что происходит, происходит ли что-то вообще. Да, потому что иногда, мне кажется, вот это тоже проблема, понять, происходит что-то с тобой в этот момент, или ничего не происходит. С одной стороны, не хочется пропустить, то, что мы же не придаём этому значение. Нам кажется, что ничего не происходит, оно происходит. Ну, работая с людьми, кстати, я обнаружил, что у нас почему-то в обществе культивируется такая вот вещь, да, что если что-то происходит, надо реагировать мгновенно. В школах это культивируется, кто первую руку поднял, тот молодец, там, и так далее. Но люди забывают, что к этому состоянию нужно прийти. То есть со временем, когда ты, ну, нарабатываешь эмоциональный интеллект, у тебя действительно время реакции, время осознания, правильнее бы сказать, сокращается, тебе не нужно считать до десяти, тебе нужно до пяти, до трёх, а потом просто ты говоришь, так, что-то происходит, и всё. Вот. А от тебя сразу это требует. А как сразу? Сразу только тело реагирует. Оно реагирует по древним программам. И вот написано, наступил на ногу, ответь обидчику. Или убеги. Да, или убеги. Или убегай, или сожри, как вы говорите, да, то есть или нападай и… Да, fight or flight по-английски это называется, дерись или отступай. Да, дерись или отступай. Дерись или отступай. Так, хорошо, то есть это первый… Да, это первый момент. И второй момент тоже, да, вторая точка опоры или точка баланса, да, это почувствовать себя в этой ситуации, просто почувствовать себя. На самом деле из этого можно целую терапию тоже развить. Но уж, мне кажется, вот этим вторым пунктом точно никто не занимается, чтобы почувствовать себя. Да, и на самом деле, опять же, если вот вернуться к этой теме, когда у человека шок произошел, у него первое ощущение, которое все без исключения описывают, как будто бы этого не происходит, а второе, как будто это происходит не со мной. То есть у него такая деперсонализация происходит, дереализация, деперсонализация. Это тоже может быть какой-то защитный механизм, наверное, да, для тела, потому что тело убирает того, кто здесь наверху, типа, ну, в общем, когда ты против КамАЗа там бежишь, да, то смысл тут думать что-то, да, бежать надо. Но у нас-то в жизни, в большинстве ситуаций, там в той же ситуации с начальником, ну, там же не КамАЗ, никто тебя не убьет. А происходит, тем не менее, да, этого не происходит, это происходит не со мной. Мне говорят, вы уволены, да, этого не может, это вообще не со мной происходит. Вот, и почувствовать себя, ну, большинство... Как, как? Да, как, что вообще, как это может быть? Мне кажется, возникает какая-то пауза всегда в организме для того, чтобы он успел осознать, что происходит. Да, ну, это природный механизм. По идее, его исходное предназначение остановить и сообразить, что происходит тогда. Да. Если ты даешь себе шанс сделать этот выдох, спросить, что-то происходит? Оно реально происходит или у меня в голове? Со мной это происходит или с кем-то другим? А такое тоже может быть? То есть может быть это происходить и не со мной? Не со мной. Это вот как раз такой мостик к третьей точке, потому что третья точка это вот как раз осознать, какая эмоция у меня включается. Очень часто эмоции, мы же говорили о том, что эмоции это такой клей в социуме, стадный эффект, когда, возьмем пример из природы, стоит стадо газелей, крайнюю газель схватил, хищник, лев схватил, она в страх излучила и все, стадо побежало. А теперь условно говоря, берем газель с этой стороны, за шкирку спрашиваем, ты куда бежишь? Она говорит, я боюсь, чего ты боишься? Она говорит, я не знаю, я просто поймала эту эмоцию, потому что это спасительно. А у нас же все то же самое. Что такое стадный эффект? Когда человек вот, ну бежит толпа куда-то, да, эффект толпы, хватаешь одного конкретно взятого человека, ты куда бежишь? Он говорит, ну все бегут, я бегу. Вот то же самое. То есть со мной ли это происходит? Очень часто люди, когда ощущают какой-то негатив, на самом деле не отдают себе отчета, что это не с ними происходит. Они просто от кого-то прихватили эту эмоцию, и вот этот природный механизм, который не отличает себя от других, потому что так удобно воспользоваться внешним сигналом, чтобы спасти себя, он служит нам, вот боком выходит. То есть мы перенимаем чужую эмоцию, начинаем переживать, хотя это не моя эмоция, она вообще ни ко мне, ни к моему телу отношения не имеет. То есть эмоцией можно заразиться, мне кажется, это очень легко происходит в каких-то рабочих коллективах, когда кто-то вот... Да, возникает атмосфера, создаёт атмосферу, ну какую атмосферу. Кто-то умеет накручивать её там, да, причём тоже вот не факт, что он является тем, кто запустил, да, там достаточно просто вот кому-то одному, известно же, да, что в толпе достаточно 5% поставить там, да, провокаторов, они начнут какую-то вещь там качать, и всё, и... Вся толпа заражается этой эмоцией. Вся толпа говорит, что да, мы там были злые, или мы там радовались, мы там что-то делали. На самом деле это управляемо вполне, ну на определённом уровне можно этим даже установить. В семье такие ситуации тоже происходят? В семье 100%, конечно. В семье вообще вот эта вот проблема неразлечения эмоционального себя и другого, это очень болезненная вещь, потому что, когда это приятные эмоции, это же здорово, да, я радуюсь, и все радуются, отлично, да, а когда это негативные эмоции, муж с работы пришёл, у него там что-то случилось, ему плохо. А у жены эмоциональное слияние, она увидела мужа, ей тоже стало плохо, ну потому что ему плохо, ей плохо. Тут муж смотрит на жену, думает, на работе проблемы, ещё здесь проблемы, ему ещё хуже становится. Жена видит, что ему стало ещё хуже, ей ещё хуже становится. И вот пока они там, ну, либо не поругаются, они разбегутся просто в разные углы, чтобы отдышаться, ну, либо куда-нибудь опять же запихнут себя, а потом болеют. Да, до следующей, до очередной болезни. До очередной болезни, да. То есть, поэтому надо быть очень аккуратным, наверное, в таком виде, к коллективным таким обсуждениям, да, каких-то, не знаю, историй на работе. Ну да, первое, это вот стоп-ситуация, происходит ли что-то, происходит ли оно вообще, а второе, это со мной вообще происходит, я ли на самом деле в этой ситуации, есть ли это какое-то отношение ко мне в этой ситуации, или... Тем более, это же очень обидно, когда это не твоё, ты этого нацеплял, да, что называется, потом внутрь себя загнал и получил болезнь, не от тебя зависящую. Ну да, когда болезнь, тем более обидна, да, но даже и без болезни это достаточно неприятно, да. Конечно. То есть, когда ты вроде бы такой, как это говорят, эмпатичный человек, хотя тоже вот этот термин его всё время коверкают, потому что эмпатия на самом деле, это не то. Но эмпатия, это когда я понимаю эмоциональное состояние человека, но я не теряю при этом осознание, что это его эмоциональное состояние, не моё. Вот я как терапевт, когда работаю, да, у меня люди там переживают, рассказывают какие-то трагедии, какие-то ужасы, да, я создаю это пространство для работы, но я при этом осознаю, что это их ситуация, это у них происходит, это не у меня. Если бы у меня не было такой способности, так я бы после каждого приёма выходил бы в нездоровом состоянии. Ну, часто бывает, что вот говорят, испортил настроение, да, человек, ведь это как раз заразился эмоцией, да. То есть, ты сам подключился, да, сам подключился, что-то тебя задело, ты не успел сказать, стоп, там, он мне рассказывает какую-то ситуацию, которую я не видел, но я в голове создал себе картинку, и у меня возникла ситуация, да. Я почувствовал в этой картинке себя, хотя меня там не было никогда, это не со мной произошло, и у меня возникла эмоция, ужаса и страха, к примеру, да. Мне там рассказывают, а вот у меня там родственник заболел, то я начинаю представлять, я тоже могу, да. Слушайте, а как быть тогда вот, Олег, с подругами, которые приходят и начинают жаловаться вот на жизнь? С одной стороны, ну как, ведь подруга, или, ну, каждый из нас бывал в такой ситуации, когда и мы их кому-то приходили к близким своим подругам и друзьям, и им что-то выкладывали. Я не знаю, может быть, вы это и не делаете, потому что вы специалист, да? Ну, все это делают в точно степени. Или там мама тебе жалуется, ну, кто-то из близких людей, ведь это тоже, получается, ты подключаешься и заражаешься этой эмоцией? Ты подключаешься и заражаешься этой эмоцией, потому что это уже мостик четвертой точки. Да, это четвертая. Потому что четвертая точка опоры, это что ты хочешь, чтобы произошло, в чем потребность. Если приходят к тебе люди и все время жалуются, то нужно, наверное, задать вопрос себе, в первую очередь, да, что я хочу, чтобы произошло, когда они ко мне приходят и жалуются. Зачем я это делаю? Зачем я жилеткой работаю для них там, да, или эмоциональным унитазом? То есть мне это для чего-то нужно, да, возможно? Наверное. Может, мне приятно. Они приходят слабые и несчастные, а я на их фоне выгляжу счастливым, благополучным, например, да? Да, и они приходят только ко мне. Да, никому другому. Возможно, они оказывают мне какое-то уважение, поверье. Им, наверное, задать вопрос, хотя это, опять же, в социуме не всегда приемлемо, наверное, поэтому хорошо быть терапевтом, может любого человека спросить, а что ты хочешь, чтобы произошло? Вот ты сидишь на стуле, вот у тебя есть ситуация, ты мне описал, ты понимаешь, что это твоя ситуация, допустим, и у тебя там не горе, ужас, там, не знаю, что-нибудь еще. А что ты хочешь, чтобы произошло? А человек говорит, ничего не хочу, просто пришла тебе рассказать, знаешь, вот так плохо на душе, просто вот решила выговориться. Такое тоже работает. Вот один из моих учителей, Жильбер Рено, он говорит, а что, если даже в реальной жизни ничего не изменится, но мы позволим человеку выговорить, ведь человек, когда выговаривает, он осознает, он пытается до меня что-то доносить, и поэтому он вынужден говорить понятно. И как вот в том анекдоте, что когда он все это объясняет, уже сам все понимает, и, возможно, он тогда понимает, что, собственно, ситуация-то, яйца выеденного не стоит, и вообще, и он выговорился, его отпустил, и все. Ну да, я тут немножко забесплатно поработал терапевтом, и я могу, проблема в том, что я могу от него заразиться этой эмоцией. И потом, допустим, пришла подруга, рассказала про какое-то третье лицо, какой он негодяй, и я вместо того, чтобы понять, ну, у нее проблемы с этим третьим лицом, и она его считает негодяем. Окей, я его выслушала, все, вдох-выдох, пошла заниматься своими делами. Нет, я же начинаю думать, какой негодяй, он же негодяй. То есть это уже, у меня есть ситуация? Нету. А некоторые ищут похожие ситуации в своей жизни. Ну, или, да, или у меня багаж. У меня-то такой же он негодяй, да? У меня багаж, я там достаю этот багаж, начинаю раскладывать, да, у меня тоже такое было, это ж какой ужас там, да. Вот, так что... Сравнивают, вот, она-то обратила внимание подругу, а я не обращала внимания, может быть, и так, конечно. Здесь, получается, на каждом этапе можно попасть, да, есть можно пропустить ситуацию, можно ее присвоить себе, хотя меня там не было, или, наоборот, убежать там, где она была. Вот, можно пропустить эмоцию, просто не осознав, что со мной происходит, да, я сижу там, да, думаю, что я чувствую, там, что-то я весь вспотел, что я чувствую. А я, а не знаю, я чувствую, у меня нет эмоционального интеллекта, да, я просто чувствую, что вот у меня реакция какая-то пошла. И вопрос, вот это совершенно, на самом ли, убийственный вопрос, что ты хочешь, чтобы произошло. Был у меня тоже пример такой, когда я на одном из семинаров рассказывал про вот эти вот шаги, и у меня была студентка, она говорит, о, говорит, я начальнику тут на работе, ну, как раз в ситуации, начальник выходит с кабинета, он такой агрессивно-крикливый тип, начал орать на всех, а я, говорит, его спрашиваю, а что ты хочешь, чтобы произошло? И человек оказался адекватный, говорит, он так замолчал, говорит, ой, ну, я хочу, чтобы вы все лучше работали. Я у него спрашиваю, и то есть если орать, то мы прям все начнем лучше работать. Он говорит, ну, вообще-то нет, ну, а тогда зачем ты орешь? И он, говорит, прям на полдня прям ушел медитировать. Ушел в себя, в осознание себя. То есть он вот в первый раз, может быть, человек, да, обнаружил, что, а эмоция-то включается, почему она включается? Ну, он так привык. Она не решает никаких проблем, не разруливает ситуацию, он просто привык так делать. А некоторые бы ответили так, что на вас пока не накричишь, вы не начнете работать. Ведь некоторые считают, что крик или вот такая агрессия, это действительно такой хороший рычаг. Это уже общественная проблема. Может, они правда такие, да. Хорошо, и пятая точка. И пятая точка, самое главное. Вот я осознал ситуацию, осознал себя в этой ситуации, определил какую-то эмоцию, завязал ее на какую-то потребность, что я хочу, чтобы произошло. Но пятая точка, самое страшное, самое ужасное. А теперь нужно найти решение. То есть, что нужно сделать? То есть, нужно или сформулировать запрос, о чем попросить других людей, или что-то сделать самому такое, чтобы ситуация, собственно, перестала быть ситуацией. Что такое ситуация? Ситуация, когда то, что есть, не совпадает с тем, что я ожидаю или хочу. И, ну, это болезненное несовпадение. Я из-за этого начинаю чувствовать эмоцию, потому что эмоция – это некая энергия, которая теоретически должна меня перевести из того, что есть, в то, что я хочу. Вопрос, переводит ли? Ну, получается, что не переводит. Да, ару на своих сотрудников, как бы. Да, и что, не начинает лучше работать? Нет. А я ору, трачу нервы, да, потом в конце у меня голова болит. Получается, что страдает и начальник, который кричит, и сотрудники, которые не могут ответить начальнику. Да, потому что, ну, в природе не было же там, да, корпорации, в природе была там стая, в лучшем случае, да, там, альфа там взял, рыкнул на своего подчиненного, тут хвост поджал и ходит с троем, типа, все, функция выполнена. А тут, там какая-то сложная работа, он там дизайнер, он на него рыкнул, он же этого красивее не начнет рисовать, правильно, от того, что на тебя наорали, да? Там, если там они мешки грузят, еще ладно, может быть, сработает, а если это что-то творческое, тут наоборот, все. Да, очень сложный механизм. Итак, значит, последний пункт, последняя пятая точка опоры, это что сделать? Да, что нужно сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию, да, чтобы это... Или скорректировать ожидания, или лучше осознать, что на самом деле происходит, и как-то вот, то есть найти какой-то путь из точки А в точку Б. А если путь не находится, нет ответа? Ну, тогда принять, воспроизвести, отпустить. Такое бывает. Кстати говоря, тоже многие люди, они вот такие, знаете, есть такой даже типаж, у которых такая характерная психосоматика, связанная с щитовидной железой. Это такие борцы за справедливость. Они не могут отпустить ситуацию, ситуация не решается, другие люди не переделываются, другие люди такие, какие есть. И ситуация такая, какая есть, я не могу на нее повлиять, и они не могут признать, я не могу на нее повлиять, да? Да. И с такими иногда людьми прям приходится прям такую воспитательную беседу проводить на тему того, что и что, и вот из-за этого ты собираешься болеть, и может быть даже умереть, то есть потому, что ты не можешь решить ситуацию, а может быть проще сделать вдох-выдох, сказать, окей, я это я, они это они, у нас какая-то ситуация. Эти люди не готовы как-то соответствовать моим потребностям, мир несправедлив, но я это вообще, вообще-то я отношу к такому понятию, инфантильные потребности. Это чтобы мир был справедливым, чтобы все меня любили, чтобы всегда все было по справедливости и так далее. Ну, к сожалению, мир так не устроен. Идеальный просто. Да, если вы, кстати, посмотрите на природу, там вообще таких вопросов не стоит. Вот там нет справедливости, нет, никто никого не любит. Все по законам природы. Все просто, да, сильный съедает вкусного. Я думаю, что в жизни тоже так происходит, но более завуалированно, более интеллигентно, я бы так сказала. И все-таки, если ты не сможешь изменить ситуацию, вот какие здесь есть рычаги, вот допустим, спорт, там, труд, да, куда нужно пустить вот эту энергию, о которой вы говорили, что эмоции, это энергия. И если ты можешь ответить начальнику, да, не знаю, ответить ему, там, убежать от него, или сказать ему, кто он такой на самом деле, то есть в лицо. Или как в фильме «Украшение строптива», когда он там дрова рубил. Да, да, и получить удовлетворение, что я это сделал, я сказал ему в глаза, почему он меня там оскорбляет, унижает, да, вот, и такое чувство справедливости, оно как бы восторжествовало, да. А если нет, есть какие-то вот рычаги? Ну, один из рычагов, на самом деле, это вот понять такую вещь. Ведь энергии же надо куда-то деть, правильно ведь? В этом проблема. Проблема не в этом, я бы сказал, да, потому что на самом деле проблема в том, что эта энергия, она уже пошла в определенный канал. Любая эмоция изначально в основе, это просто энергия, она безо всяких ярлыков. Делались эксперименты, где показали, что человек, большинство людей, они эмоции не распознают, у них есть привычные каналы. Допустим, есть люди там эпилептоидного типа, которые в любой непонятной ситуации злятся. Есть другие, которые в любой непонятной ситуации плачут, да, все, у них такая привычка просто. Если бы они научились эту эмоцию на электрическом еще уровне останавливать, сказать, ну, у меня просто энергия. Вот мое доброе, хорошее, заботливое тело дало мне энергию, чтобы я эту ситуацию как-то решил. Я ее пока ни в какой канал не запускаю, вот, ну, на самом деле это такая, это уже терапевтическая такая практика, да, это пройти по всем тупиковым вариантам, понять, что они не работают, да, потом встать опять в центр этой ситуации, сказать, вот у меня ситуация, вот я, у меня есть энергия, мне эту ситуацию нужно как-то решить. Как мне ее решить, как, ну, разумному существу, а не рептилии, которые умеют только грызть, рвать там или убегать, например. Вот, и это, наверное, самый большой вопрос, да, уже такой бытовой психологии, вот как эту энергию в пользу. Вот как? В Японии есть, скажем так, надувной начальник, там, какой-то чучело, которого дубасит. И это сработает, если человек понимает свою эмоцию. А если не понимает, то не сработает. А если не понимает, он может, только он будет себя накручивать, он будет эту эмоцию на уровне вот химическом, гуморальном ее усиливать, усиливать, усиливать. Почему? Потому что, в конце концов, иногда бывает такая вещь, такая ситуация, что, ну, если у тебя настолько нерешаемая ситуация, что ты не можешь эту энергию утилизировать, тогда зачем ты вообще в ней? Зачем? Для чего? Настолько не любишь себя и свое здоровье? Что тогда надо сказать себе или какую-то дать команду? Что вот? То есть пойти рубить дрова, скопать огород? Тут ответ такой, опять же, я подчеркну, я это уже говорил, но еще раз воспроизведу, да, что в большинстве случаев, на самом деле, реальная реакция на текущую ситуацию, это всего 1%, а 99% это багаж, вот надо с багажом разбираться. Когда с багажом разбираешься, орет на тебя начальник, ты смотришь на него, проходит все сквозь тебя, и ты смотришь на человека и понимаешь, ну, злится человек, ну, проблемы у него какие-то. Сейчас он прокачивается и успокоится, а потом мы с ним поговорим. Да, такого поведения начальник будет еще больше злиться, что человек спокоен. Ну, это опять же не мои проблемы. Конечно. Я болеть из-за этого не собираюсь, злиться и злиться, да, ну, такая судьба у него. Знаете, как в фильме «Все будет хорошо» режиссера Астрахана, поднять руку высоко вверх, сказать, а! Да, резко вниз потом, да. Резко вниз, и все, и пусть уходит. И это тоже, да. Но это, опять же, требует человека все-таки, чтобы у него не было такого... Пропадя, ну, пропадом. ...багажа, да. Ну, и, в принципе, да, у большинства людей очень сильная привязка к каким-то материальным вещам, к каким-то, не знаю, постам, статусу, еще чему-то, да. Они не понимают, что, ну, жизнь – это жизнь. В конце концов, самое дорогое у меня – это я и мое здоровье. То есть, если можешь изменить, меняй и направляй энергию в это русло. Если не можешь изменить, тогда что? Ты тоже должен сказать себе, я не могу это изменить, тогда я, я это признаю, да, и я, я не знаю, макну на это рукой. Да, есть какая-то ситуация, можешь поменять, да, меняй, не можешь поменять, окей, ты не можешь поменять. Я не могу поменять, и это тоже нормальный, хороший результат. Да, если можешь поменять, можешь это сделать, не можешь это сделать, если можешь сделать, сделай, если не можешь, ну, не можешь, да. Хорошо, вот здесь такой большой рулон. Скромным надо быть. Красивый ваш, я знаю, этот эмоциональный коврик. Что это такое, буквально несколько минут? Это у меня такое учебное пособие, которое предназначено для того, чтобы эмоции разложить по определенной схеме. Чтобы люди понимали, какие эмоции они получили. Да, здесь на самом деле что происходит? Здесь расписаны 10 базовых адаптивных реакций. Две мы из них уже проговорили. Это злость, это инстинкт уничтожить, страх, инстинкт убежать. Или радость, это инстинкт, я приобрел что-то хорошее, или печаль, я хочу вернуть то, что у меня отняли. И они, соответственно, эти инстинкты, они здесь изображены вместе, в совокупности с эмоциями, которые являются признаками того, что моя древняя система сейчас на что-то среагировала. То есть, по сути, это схема того, как работает эта коробка передач между головой и телом. Она, правда, более сложная, коробка передач вперед-назад, а здесь в 10 направлений. И я его использую для того, чтобы, в принципе, все 5 точек баланса с этой схемой прорабатываются. Первая точка баланса, у меня есть ситуация, человек выходит на коврик и говорит, я понимаю, что она у меня есть. Вот это я, да, как раз в центре? Да, вторая точка, это я, я становлюсь в центре, говорю, вот он я. Третья точка, я начинаю наблюдать, а что со мной происходит, что там у меня? Вот я хожу по этому коврику, нахожу одну, две, три эмоции, которые у меня активировались, я их осознаю, я проговариваю. Проходить по вот этим лепесточкам, читать их и осознавать, у меня это или не это, я это ощущаю или не это ощущаю. И при этом осознавать, что на внешнем периметре, да, тут вот как бы прописаны, что требует наша древняя система, возможно, это невыполнимо. В основном, когда люди эти все эмоции проговаривают, они оказываются опять в точке «я», но уже не с эмоцией, а с энергией. И тогда ты можешь человека спросить, так что ты хочешь, что произошло? И как ты это будешь делать? То есть получается, что этот коврик, это такая некая подсказка для человека, чтобы понять, что он испытывает, какую эмоцию. Да, чтобы научиться картировать свои эмоции, потому что, ну, получается, из пяти точек баланса эмоции, это как бы центральная точка, которая как передаточное звено. То есть она помогает, с одной стороны, она регулирует отношение головы и тела, с другой стороны, она помогает перейти нам от вот некой не устраивающей нас ситуации, с пониманием того, что я в нее попал, уже каким-то решением, к пониманию, почему я, ну, почему эта ситуация возникла. Почему эта ситуация? Потому что не совпадает то, что есть с тем, что я хочу. То есть потребность какая-то не закрыта. И, собственно говоря, как сделать так, чтобы эту потребность, ну, или отключить, да, или удовлетворить. Вот, и если у меня это получится, то я спасен. Замечательно. То тогда в тело не пойдет ничего. Получается, имея такой коврик, расстелив ее на пол, походив по нему. У меня есть такая версия 3 на 3 метра, я иногда на занятиях прямо вот ее стелю на пол. И очень любят студенты, всегда выходят, ходят, несмотря на то, что она, ну, кажется, вроде довольно простая схема. Ну, кажется, вроде все просто, да. Хотя, в общем, там 10 адаптивных реакций, по 3 эмоции на каждую уже 30. А с учетом того, что, на самом деле, большая часть эмоций, они сложные, то есть это как клавиши, да, то есть 2, 3, 4 суммируются, там огромное количество вариантов получается. Получается такой, как вот есть эмоциональный твистер, да, то есть ты начинаешь эти эмоции трогать, и со временем эта схема, она как-то даже вот так, ну, становится такой намоленной, она закрепляется, человек уже с этим ковриком работает, как будто бы у него вот действительно коробка передач. Он смотрит, ага, сейчас у меня вот это, что это, а, ну это я кого-то хочу разрушить, а кого-то я хочу, а, вот этого, ага, ну понятно. Он это продыхивает, у него теперь энергия. То есть можно подышать правильно, да? Тело-то оно же тоже, ведь вещь чувствительная, оно говорит, смотри, вот этого дядьку, ну, надо его прихлопнуть, да, и ты говоришь телу, я понимаю, я понимаю, мы его не будем прихлопывать, как бы, да, но за энергию спасибо, то есть мы просто не можем. Прекрасно. Хотя, может быть, бывают ситуации, когда можно и прихлопнуть. Морально, да? Морально можно прихлопнуть, опять же, да, поскольку у нас большинство конфликтов, они такие виртуальные, на уровне, там, картинок и каких-то какого-то воображения, то и решение можно тоже на том же уровне находить, да. Хорошо, Олег, наша программа подошла к концу, вернее, подходит к концу, буквально несколько секунд вашего, для вашего пожелания нашим телезрителям в плане эмоций. Несколько секунд. Ну, в плане, вот я просто напомню, да, стоп-ситуация, я в этой ситуации, какая у меня эмоция, какая потребность, и что я могу сделать для того, чтобы все это разрешить. Просто если вот эти пять шагов запомнить, можно совсем по-другому начать жить. То есть не будет ни проблем, ни болезней? Ну, в идеале. В идеале. В идеале, если этот навык наработается, то да. И плюс ваш замечательный разноцветный коврик. Ну, плюс, да, есть определенные пособия, которые можно для этого использовать, чтобы его укреплять и развивать, потому что ситуации бывают разные, бывают такие сильно цепляющие, бывают бытовые, менее цепляющие. Ясно, то есть и все это наши эмоции. Ну что ж, спасибо вам сегодня, наше эмоциональное спасибо за замечательный рассказ об эмоциях. Ну, что-то, наверное, стало понятнее про эмоции, я надеюсь. Конечно, конечно, что это такое, насколько они важны в нашей жизни. Спасибо огромное, ждем вас снова в нашей студии, с большим удовольствием. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, эмоции – это замечательная вещь, на которую нужно обращать внимание, нужно знать о них много-много интересного. Зная об этом, вы измените свою жизнь к лучшему. Помните об этом, еще о том, что из любой ситуации всегда есть выход, и в этом вам поможет нить Ариадны, ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания, и обязательно будьте счастливы!